Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого банка «Хлынов». Он надёжный, на него можно положиться. Доверяю ему, как проверенному деловому партнёру. Он помог мне встать на ноги. С ним я сделала свой бизнес успешным. Банк «Хлынов». Банк «Хлынов». Мой надёжный бизнес-партнёр. Подробности в офисах банка на сайте банк. Коммерческий банк «Хлынов». Акционерное общество. Лицензия ВРФ номер 254. Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Узельна, Александр Рассохин. И мы переходим к нашей следующей теме. К теме улучшения дендропарка. Да, с 7-го числа, прошедший в минувшую субботу, состоялся субботник, о котором мы столько говорили. В 10 часов стали подтягиваться люди. Ну, сколько человек? Мне кажется, 50-60 мы собрали. Мы раньше стали подтягиваться. Ну, около 80 человек мы насчитывали. Это у нас, да. Вера Власова, куратор проекта «Улучшен дендропарк вместе». Ну что, я представлю остальных наших гостей. Анатолий Курбатов, представитель сообщества «Красивый Киров». Здравствуйте. Здравствуйте. Егор Рыбалов. Это представитель организации «Наш открытый мир». Он тоже участвовал в организации данного субботника. Здравствуйте. Вера, тебе слово. Продолжай. Итак, да, люди начали подтягиваться, за что им огромная благодарность, гораздо раньше. Да, спасибо отдельно, хочу сказать, тем людям, которые зарегистрировались, которые пришли, да, в этот солнечный день, вместо того, чтобы поехать там куда-то на отдых, да, вот так вот помогли природе, помогли дендропарку, помогли всем людям, которые хотят отдыхать красиво, хорошо, да. И приходили люди к 10 утра, приходили те, кто даже не регистрировался, вот так вот спонтанно пришли. Огромные молодцы, приходили с семьями, с детьми, было много детей, да. Это очень радостно, что родители, папа, мама, бабушки, дедушки уже вот с такого юного нежного возраста уже начинают детям рассказывать о том, как важно содержать природу в хорошем состоянии. Вот по поводу как раз детей, Егор из организации «Наш открытый мир», это организация, ну вот, как сказать, развлекательная, то есть вы детская, вы работали в качестве аниматоров таких. Ну да, мы себя называем вожатыми на самом деле, потому что ведем, да, такую более глубокую работу с детьми, не просто анимацию. Вы услышали, насколько я знаю, вы услышали о субботнике, опять же, в эфире, в нашем эфире. Ну, по-моему, директор наша, да, услышала именно здесь и позвала нас всех туда. Да, то есть вы вот без какой-либо там коммерческой выгоды, там, желания обогатиться по собственной гражданской активности решили принять участие. Да, и приняли, очень успешно приняли, достался целый участок, который мы прибрали. Да, то есть не только развлекали, но и прибирались. И изначально думали, что вот сейчас субботник стартовал, все взрослые пойдут прибираться, а дети, вы будете заниматься с детьми, а нет, дети побежали раскрашивать скворечники. Да, но после вы так затянули детей, что невозможно было их утащить. И когда уже подводили итоги субботника, вашим коллегам пришлось как-то вот все обрубить, остановить, потому что были увлечены дети невероятно. Очень. Ну вот поделитесь впечатлениями, как все прошло в плане работы как вожатыми, так и уборкой. Ну прошло все замечательно, действительно, потому что в самом начале, когда официально объявили начало субботника, действительно, все дети побежали помогать родителям, напялили перчатки и прибирали дендропарк. Потом все началось с двух футболистов, которые к нам прибежали, и мы просто с ними начали играть. Просто бегать, это даже не вожатская работа, это просто ребенок во мне проснулся и начал играть с ними. И потом действительно постепенно, постепенно подтягивались дети, подтягивались взрослые, веселились как могли. И на самом деле очень-очень много работы было проделано. Все остались довольны. А детей-то много было? Детей было больше 20 человек у нас. Все активные, все веселые. Типичный ребенок. Да, на самом деле по фотографиям тоже можно увидеть, которые у нас выложены в группе ВКонтакте. О том, что вот эта группа детишек, они все такие яркие, все такие веселые, позитивные. И как они там скворечники разукрашивают. Все-таки большая часть детей ушли вместе с родителями на участки, помогали, таскали веточки. Огромные они молодцы. Часть детей ушла разукрашивая скворечники. Это, конечно, детей очень привлекало. Они там засиживались. Но вот отмечу тоже работы ребят. Ребенок скворечник покрасил, все уже, хочет куда-то уйти, а ребята его хватали сразу. В хорошем смысле. И начинали с ними заниматься. На самом деле детям очень было хорошо. Что-то было видно. Всем понравилось. И заряд энергии просто огромный. Но мне кажется, нам удалось создать, провести не просто субботник, а семейный праздник. Так это и получилось. И по поводу скворечников уже в конце. То есть кто-то успел повесить, кто-то нет. Но осталось еще очень много скворечников, которые, я как понимаю, будут... Осталось порядка 20 скворечников, которые мы как раз в дальнейших мероприятиях, наших следующих найдем им, отдадим в добрые руки. Да, найдем применение. На тему хороших хозяев. А здесь же, когда все завершилось, оказалось, что у нас огромное количество скворечников и кормушек, которые разукрасили, но не повесили. Вот мы как раз с Анатолием Курбатовым пошли искать места, где можно повесить. И оказалось, что в дендропарке порядка еще 10 или 15 человек остались, чтобы специально повесить. Я, Анатолий, к тебе обращаюсь, чтобы узнать твое мнение. Как? Ну, это был лучший субботник, в котором я участвовал. Даже так? В свою длинную жизнь. Ну, потому что там были замечательные ребята, которые всех развлекали. Был и речи чай. Была, как бы, такая команда, действительно, людей неравнодушных, которые туда пришли не из-под палки, а именно по личным желаниям. Я просто до этого, когда участвовал в субботниках, ну, это были не такие масштабные, когда мы сами организовали. Там никакого чая, никаких аниматоров не было. А до этого по работе, я в свое время работал в ЖКО по молодости, нас там выгоняли на субботники за двойную оплату, в субботу. То есть мы в выходной день за двойную зарплату делали ту работу, которую должны делать. Были, в принципе, зарплату рабочие, на которой мы не делали. Вот, то есть те субботники, я к ним довольно негативно отношусь, а к такому мероприятию, который провели вы, это просто лучше не придумать. Ну, вот вы, как представитель движения «Красивый Киров», активист, общественник, понимаете, что нужно делать дальше. Все равно есть какие-то планы. И даже висел отдельный такой ватман, где люди оставляли пожелания, что необходимо. Там кто-то написал повесить шезлонги, кто-то предложил сделать теплицы, но они есть, но не в том состоянии, что раньше, конечно же. Вот какой взгляд у вас? Ну да, я после приборки с тобой, когда вешались скворечники и кормушки, посмотрел так, немножко уже осмотрелся. Ну, по мне, так, надо ставить урны на переклёстках более вместительные, побольше, чтобы была ёмкость. Освещение, если там делать, то только по центральной улице. Освещение должно быть, как бы сказать, такое... Она не должна провоцировать на распитие спиртных напитков, она должна провоцировать на пророгулки, то есть она должна быть включаться от датчиков движения. Конечно, лучше сделать антивандальную, это такой формат, когда лампа ставится в трубу, она светит в отражатель и рассекатель такой свет, то есть это не будет мешать ни животным, ни птичкам, но бегать, заниматься спортом будет более-менее комфортно. Плюс как бы их не разбить, и если там кто-то будет сидеть, допустим, распивать, то ему будет темно, ему будет некомфортно. То есть вот такие как бы вещи. По поводу скамеек, они там тоже нужны. По центральным аллеям особенно как бы их не хватает, потому что прогулка это такая вещь, а не только как бы ходить, надо где-то и присесть, потому что в основном выезжают гулять люди старшего возраста или, допустим, с детьми, которым все равно нужно присесть. Ну и на входе, там такая площадка хорошая, я бы там повесил полейбольную сетку, поставил бы ворота, чтобы местные детишки, ребятишки, там же садов много, чтобы можно было приходить, туда играть. И там бы я, конечно, освещение поставил санкционарное, то есть на всю ночь. Это вот площадка, на которой как раз-таки ребята из организации «Наш открытый мир» занимались. Вот, Егор, у вас какое мнение по будущему Дендропарка? Ну, хотелось бы его действительно облагородить как-то, потому что мы сами проводим там очень много программ, ну, вообще в любое время и зимой, и летом. То есть это одна из ваших площадок? Да, это одна из наших площадок, где мы регулярно присутствуем. Там есть несколько очень красивых полян, причем одна из них находится далеко, она идеальная просто для проведения программ. И, кстати, даже там мы нашли один из скворечников, который висел где-то в лесу. Они добрались даже за территорию Дендропарка. Поэтому очень бы хотелось действительно его видеть красивым. И насчет освещения, насчет скамейки я тоже действительно согласен. Очень-очень красивый он стал. Ну, вообще сама площадка и озеро там красиво. Это вообще одно из самых красивых мест города Кирова. Но про это красивое место мы с вами будем еще сегодня говорить, но уже после рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого банка «Хлынов». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Александр Рассохин. У нас рубрика «Улучшим Дендропарк вместе». Да, вот мы здесь все говорим, что все так замечательно прошло, все замечательно прошло, но на самом деле, как и в любом мероприятии, не может быть без минусов. Ну, Вера... Без недочетов, я бы сказала. Без недочетов, да. Вот Вера очень жаловалась в начале мероприятия, что куда-то пропали все перчатки. Оказалось, что одна из групп, то есть Дендропарк был разделен... Самая предприимчивая группа. Да, Анатолий поднимает руку, потому что это их группа, утащила весь пакет с перчатками. Территория Дендропарка была разделена на зоны, на сектора, в каждом из которых работала определенная группа. И также, насколько мы понимаем, весь этот мусор, он не весь был вывезен. Да, так сложились обстоятельства, что мы рассчитывали, что займем материалами, контейнер один большой нам САХ выделил. Но перестарались мы. Опять-таки, это хорошо очень. Места нам не хватило, и САХ пообещали нам, что они уборкой этого мусора займутся. Не знаю, еще на этой неделе не была, не видела. Этот мусор сейчас там где находится? Он находится по центральной аллее. То есть то, что в дальних участках все уже вывезено. По центральной аллее там остались мешки и кучи веток. Вот они, насколько я понимаю, там еще находятся, но нам обещали, что до конца недели, что там уже все будет хорошо. Про пруд уже сегодня упоминали. Помимо того, что происходил семейный праздник, музыка звучала, работали аниматоры, раскрашивались кворечники и кормушки, проводилось некоторое исследование от сотрудниками Вятского государственного университета. В этом пруду можно поподробнее. На самом деле, такая идея у нас возникла неделю-полторы назад, когда мы выезжали вместе с сотрудниками ВГУ на место. Сразу возникла идея, что нет никакой карты дна пруда. То есть мы не знаем даже, насколько он глубокий. И было решено использовать новейшее оборудование, запустить туда лодку и с помощью холота сделать карту дна. Чтобы понимать, что с этим прудом дальше можно делать, как его можно улучшить, для того, чтобы он существовал во благо не только удачи, которые там сейчас замечательно живут, обосновались, но и отдыхающих. Ну, то есть не стоит забывать, что зимой очень много людей, которые ныряют в прорубь. Да, да. То есть, да, и им тоже это будет несомненный плюс. Там сейчас есть несколько строений вокруг пруда, которые, на мой взгляд, не функциональны. Да, то есть в перспективе их тоже как-то улучшить, чтобы они приносили людям пользу. А что именно происходило вот в субботу на этом пруду? Как это все происходило? То есть у ребят была лодка? Да, сотрудники ВГУ нашли лодку, нашли холод и составили карту дна. И уже я знаю, что есть несколько предложений, да, по тому, как там все можно благоустроить. Там что дно можно поднять, да, там, чтобы можно было и купаться. И вот как раз купание производить в зимний период. То есть идеи есть и все это в ближайшее время, я так понимаю, что направится на рассмотрение, да, и в Министерство охраны природы в том числе. Вот. И я думаю, что все в наших руках. Ну вот Алла Албегова, это директор, если не путаю, Института химии и биологии, она сказала, что вода, которая находится в этом пруду, они проводили исследования, она в разы не дотягивает до нормативов, то есть она чище, чем это даже нормативы предполагают. Да, да, они называют, что это живая вода, на самом деле. Там же родник есть, да? Да, там бьют родники. На самом деле, ну, некий замечательный может вызвать цвет воды, потому что он такой вот зеленоватый, непривычный для нас. Это цветет, наверное, или еще рано. Это она еще не цветет, то есть у нее такой обычный цвет, как нам объяснили в министерстве. Вот. Таким образом, вода это чистая, да, там нет ничего грязного, но вот мусор, который там сейчас находится, это мы этим тоже займемся в ближайшее время, вот, уже в июне месяце, вот, а так очень благополучно. Вера, как оцениваете вообще приборку? Ну, то есть праздник удался, мы это уже поняли, а с точки зрения того, какие задачи были поставлены, достигнуты ли они? Нет пределов совершенству, то есть в любом случае, это был, ну, вот первый субботник, организованный нами, да, мы учимся, мы получили большой опыт, да, в проведении таких мероприятий. На самом деле, очень радует активность людей, потому что, как они сразу ринулись, сразу расхватали грабли, еще до начала субботника, забивались, чтобы у них там были грабли получше, да, и на самом деле, прибрали очень большой участок. Естественно, к сожалению, мы не все успели прибрать, потому что там есть поваленные деревья, да, которые хорошо бы оттуда как-то тоже вынести, вывести, вот, ну, основной мусор, будем так говорить, мы прибрали, по центральной аллее мы тоже прибрались, вот, то есть он сейчас выглядит более-менее ухоженным, да, что заботливая рука здесь имела место быть. Мне понравилось то, что не только активисты, там, жители близлежащих районов, прибирались, но пришел, например, вот директор ЦДС, который, Александр Рыболовлев, который аж на нескольких площадках прибирался, на двух, на двух, Анатолий говорит, вместе, да. Кстати, Вера, ну, вот, да, в основном уже промониторили, это были представители организаций, которые вот так вот корпоративно приехали и решили поучаствовать, или больше все-таки было просто людей неравнодушных, которые услышали, узнали об этом мероприятии и приехали? В количественном соотношении, вот именно, по числу людей, конечно, нас лизировали организации, потому что они звонили нам, да, излили желание прям помочь чем-нибудь, спрашивали, что вам еще нужно, да, конечно, вот эти коллективы, они доминировали, да, в частности, коллектив горбольницы номер два, особо отмечу, да, что женщины там собрались, приехали чисто женским коллективом, да, очень порадовали, и это было очень неожиданно, но приятно, студенты колледжа ВГУ, да, во главе там с их руководителем, тоже приехали довольно-таки большим коллективом, их было порядка 11-12 человек, точно не помню, вот я перебью, извини, еще мне очень, ну, я не ожидал увидеть представителей организации инвалидов на авиатского района, несколько человек, ну, людям, которым в разы сложнее производить такую работу, прибираться, чем здоровым людям, причем я отмечу, да, абсолютно ты прав, им достался, наверное, вот так получилось, самый загрязненный участок, участок вдоль забора, который отделяет ДНР, на парк, от дороги там, через которую вот кладбище идет, будем там дальше, и они мне рассказывали потом, что там было невероятно огромное количество бутылок пустых, да, и вот ребята все вот это вот собирали сами, вручную, да, вот там грабли им приходилось, бутылки конфетти, конфетти, это, конечно, хороший праздник, там свадьбы, но все-таки, когда вы разбрасываете вот эти вот кружочки, да, цветные, вы подумаете о тех людях, которые там будут прибираться, да, поэтому общество инвалидов на авиатском, огромное спасибо, да, они очень большие молодцы, да, они им проделали огромную работу, да, очень, очень они молодцы. уже говорили, что пруд будет очищаться, что еще в планах? Компания «Железно», которая тоже довольно-таки большим составом присутствовала на субботнике, да, они у нас выполняли такую техническую часть, да, были связующим звеном организаторов и групп, которые распространились по всему дендропарку, да, представьте, уже компании «Железно» присутствовали в каждой группе, да, подготовили ребята уже некий проект, да, проект с различными возможностями о том, что можно сделать на территории дендропарка, да, начиная от облагораживания вот рекреационной зоны, да, о чем вы говорите, чтобы там устроить спортивную площадку, да, и эти гамаки, шезлонги, чтобы люди имели возможность отдыхать на чистом воздухе, в красивейшей природе, да, так и облагораживание дикой части, да, которую мы называем дикой, там планируется и прокладка некоторых там дорожек беговых, да, велосипедных дорожек, зимой это будет лыжня, вот вплоть до того, что там будет каток, да, организованный такой лентой, вот, это все тоже... Деревья не пострадают? Деревья не пострадают, как нам обещают, по крайней мере, да, я пока не буду это ручаться, мы проследим, мы проследим, да, в любом случае, места там хорошие, там ездят, прокладывают дорожки, мы там проходили, все это видели, вот, главное, разумно, все сейчас свои силы, все возможности, ресурсы применить. Все равно без согласования с министерством охраны окружающей среды эти работы производиться не будут, я как понимаю, сейчас министерство знакомится с проектом, да, мы работаем в постоянном контакте с министерством, и в ближайшее время какой-то вердикт оно даст, то есть можно делать, нельзя, или часть этих работ можно сделать, часть этих работ. Ну, как-то оптимизировать, может быть, какие-то направления, вот, на все это будем делать. Вера, ну, работы действительно очень много, а вот такие семейные праздники, этим летом еще будут? Обязательно, ближайший праздник состоится уже 22 мая, да, он организован главным образом коллективом заповедника Нургуш, да, мы здесь обязательно присоединимся к ним, да, в частности, я думаю, что те скворечники, которые остались, потому что там будет очень много детей, да, мы их там тоже уже, наверное, и раскрасим, и повесим все совместно, вот, так что 22 мая приходите, будет очень весело, будет орденитологический кружок, будет очень познавательно и интересно. Именно с детьми приходите. Обязательно с детьми. Егор, вы присоединитесь 22 числа вновь. Даже я по своей личной инициативе просто так могу прийти и поиграть с детьми. Хорошо. Мы запомним. Да, Анатолий, вы будете ли присоединяться, может быть, более обширным составом, нежели на субботнике, движением Красивый Киров, потому что, если честно, мы ожидали увидеть больше участников. Они же, вы сами сказали, что созванивались с ними, они убирали парк ЛПК. А они, в другом части. Просто нужно, да, упомянуть, почему мы ожидали немного большего количества не организации, а инициативных граждан-активистов. Как казалось, во-первых, второй субботник происходил с другой стороны Дендропарка, где Ёлки-парк находится, а третий происходил в парке ЛПК. И, соответственно, активных жителей Новоярска не хватило на всех. Точнее, наоборот, не хватило на всех. У вас были еще мысли как-то облагораживать, может быть, своим способом, своим путем? То есть, точнее, я даже вам предлагал, после вашего опыта с парком Аполло, где вы, не знаю, сколачивали такие столики, скамейки, здесь возможно подобный опыт реализовать? Да, возможно. Тут, конечно, надо все с Министерством охраны природы обсуждать, потому что тут одно дело в парке Поло, который парк городской, а другое дело, что Дендрари, это Дендрари, а не парк. То есть, тут у нас сначала все завесить, а потом, если нам скажут, вот, ребята, тут пустое место, делать что хотите, там уже можем подумать. И я забыл в предыдущем включении сказать, я бы еще, по-моему, очень сильно не хватает табличек, которые будут рассказывать о парке. Это обязательно будет сделано? Это, то есть, там вот аллеи, ольховые, аллеи дубовые, было бы неплохо рассказать, какие именно дубы, сколько им лет, когда посажены, кем посажены. Вот как вот Антон Касанов ходит в пешком по вятке, вроде ходишь, дома и дома, а когда он начинает рассказывать, сразу начинаешь любить свой город, также и повысить, как бы, улучшить отношение к парку, то есть, одно дело, как просто деревья, а другое дело, когда это о них рассказано. То есть, вы же не познавательствуете. Да, можно делать на перекрестках большие инфостенды с птицами, которые здесь живут, с насекомыми, которые здесь живут, ну, в парке, да, то есть, там яркие картинки, описания, ну, как бы, то есть, все эти вещи. Может быть, даже с политехническим институтом пообщаться, можно сделать какие-нибудь звуковые, там какие-нибудь стенды, там, как птицы поют, то есть, вот как они сделали, памятник вот здесь, у Шаляпина звуковой. Может, им это будет интересно включиться в это дело. Вера, мне кажется, интересно такое дополнение. Обязательно. Что касается табличек, более того, скажу, что уже разработан некий логотип Дендропарка, да, те, кто был на субботнике, и те, кто имеет возможность посмотреть наши фотографии, которые были там сделаны, они могут его увидеть на оранжевых жилетах предводителей, да, руководителей коллективов, да, руководителей групп, да, логотип, министерство одобрило этот логотип, поэтому мы дальше вот в такой вот цветовой гамме, в такой схеме будем создавать и таблички, информационные стенды, это все обязательно будет в синей примене. Насколько я понимаю, даже на субботнике уже студенты лесопромышленного колледжа, они уже убирали старые таблички, чтобы в дальнейшем установить новые. Это была наша такая, в некотором смысле, промоакция, да, потому что мы показывали людям, которые там ходят, да, о том, как нужно бережно относиться к деревьям. Ни в коем случае нельзя там какие-то таблички или эти же скворечники вешать на саморезы, на гвозди, да, это все очень плохо сказывается на деревьях, вот поэтому мы демонстративно убирали эти таблички, да, которые на саморезы вкручены, да, и скворечники все и кормушки, которые мы размещали, они все безопасны, так скажем, способом, согласно нормативам, согласованы с министерством, не приколочены, не приколочены, да, мы их привязывали вот на веревочках, вот поэтому это все очень безопасно для деревьев и смотрится очень органично. Я на самом деле был в дендропарке уже 8 часов 30 минут и по поводу птиц очень, наверное, слегка стал опасаться, вот если будет играть музыка, не спугнет ли она птиц, потому что утром, рано утром в дендропарке такое песнопение и даже не хотелось никакой субботник проводить. Не про музыку, а стенд на входе, где будут птички и как они понимать, кто именно это поет. Как их это интересует. Да, когда родители с детьми приходят, это очень возникло. У нас уже время уже, да, а я хочу один момент вспомнить. Помнишь, когда мы только звали людей, что у нас произойдет такое мероприятие в дендропарке, звонили наши слушатели и спрашивали, где он дендропарк, почему вы адрес не называете? То есть получается, что у нас в городе есть жители нашего славного города, кто там не бывал. Слушатели, прекрасное место, поэтому если вы еще не были, пожалуйста, посидите, там действительно очень красивый такой уголок природы. Да, и если кто-то хочет узнать, как прошел наш субботник, посмотреть, то фотографии есть в нашей группе ВКонтакте. Спасибо большое фотографу Павлу Русских. Ну, а мы благодарим Веру Власову, куратора проекта, Анатолию Курбатова, представителя сообщества Красивый Киров и Егора Рыбалова, участника организации «Наш открытый мир». Спасибо вам большое и продолжим. Дневный разворот в Кирове у нас завершается. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Спонсор Викторины «Завод Вятич». История создания. Викторина «История создания» прямо сейчас в студии Владимира Сметанина. Добрый день, добрый день. Есть у меня 10 минут для того, чтобы разыграть очередной сертификат на 1000 рублей от компании «Вятич». Все очень просто. Сначала история, затем вопрос. Вы звоните 211-101. И в том случае, если отвечаете правильно, то вам этот сертификат и достается. Спасибо нашему партнеру, конечно же, говорю, компании «Вятич». Кстати, вятский квас, как натуральный, витаминосодержащий традиционный русский продукт, удостоился особой чести быть официальным напитком пятого всероссийского фестиваля по хоккею с шайбой среди любительских команд. Данные турниры в эти дни проходят в Сочи, в Олимпийском парке. Накануне там состоялся суперматч между командой звезд ночной хоккейной лиги, в составе которой играл президент Путин, и командой сборной ночной хоккейной лиги. Звезды победили со счетом 9-5. Одну шайбу забил президент. Накатил бы кваску, наверное, еще больше бы забил, да? А может быть, накатил? Информации, к сожалению, нет. Да, да. Но факт напиток, вятский квас данного мероприятия спортивного. Итак, викторина. 12 мая. Сегодня, напоминаю, праздник. Сегодня праздник многих очень людей. Международный день медицинской сестры сегодня отмечается. Почему именно сегодня он отмечается? Все потому, что именно сегодня родилась англичанка Флоренс Найтингел. Она в годы Крымской войны, то есть 1853-1856, организовала первую службу сестер Милосердия. Ну, а дату эту в мире повсеместно начали отмечать в 1974 году. Ну, как известно, медицинская сестра это средний медицинский персонал, а на обучении среднего медперсонала в нашем городе специализируется Кировский медицинский колледж. И вот я сегодня себе позволю немного об его истории вам поведать. Кстати, нашему медколледжу исполняется в следующем году 150 лет уже. Это одно из самых старейших медицинских учебных заведений в стране. датой основания его считается 29 декабря 1867 года. Вы знаете, где находится у нас медицинский колледж? Четыре корпуса у него в настоящее время. Два из них находятся рядышком с нами. Спасская 40, тут перекресток с Паской собственно и Карла Липних там. Ну, давайте я вам хочу задать вопрос. Давай. Как вы думаете, с какой специальности, одной специальности данное учебное заведение начало обучать в конце 60-х годов 19 века? С какой специальности начиналась история учебного заведения? Ну, ты говоришь про среднее образование, то есть медсестра, там разве есть специальности? Мне кажется, это многопрофильная история. Нет, конкретная специальность давалась. Да? Да. Не поверить, повитуха. Повитуха, ну, я думаю, не надо объяснять, да, чем занимается повитуха. Помогает людям, помогает человеку появиться на свет. Так вот, курсы повитух были организованы при Вятской губернской земской больнице, где она находилась в одной из викторий истории создания, я тоже упоминал, перекресток Московского тракта в прошлом и улицы Гласисной. Ну, в настоящее время это Московская и Октябрьский проспект. В 1869 году старший врач Вятской губернской земской больницы по фамилии Песков разработал проект и программу обучения в повивальной школе. Процесс обучения был разбит на два блока. Во-первых, это изучение латинского языка, нужно было выучиться читать, писать. А второй блок с современным языком выражаясь, фармакология, анатомия женского тела, венерические заболевания, прививки и так далее. Все это дело было отправлено на утверждение в Министерство внутренних дел и в итоге устав Вятской повивальной школы был утвержден в мае 1872 года. Стоялся первый набор в эту школу, 20 учениц было в ней на первых парах, из них 10 через несколько месяцев уже получили степень сельская повитуха. Звучит очень хорошо. Что с остальными 10 произошло слушательницами, не знаю, к сожалению, но может быть отсеялись в процессе. Школа набирала слушательниц тоже любопытно в течение всего года безо всяких экзаменов. Однако уже вскоре кое-какие испытания ввели, например, по русскому языку. Нужно было доказать, что ты умеешь читать и писать. А также тренировали, испытывали тебя по арифметике. Преподавателей было двое. Врач губернской больницы, он преподавал теорию акушерства и акушерка собственно родильного отделения. Соответственно, практика. Количество учениц в повивальной школе с каждым годом росло, но жизнь у них была тяжелой. Те женщины, которые приезжали на учебу в Вятку из уездов, зачастую жилья здесь не имели. И денег тоже не хватало. Кто-то бросал учебу по этим причинам. Кому-то разрешили жить при больнице. Тут же они питались. Больше повезло тем дамам, кому уездное земство, которое направило на учебу сюда, в эту повивальную школу, платило стипендию. Но таких, к сожалению, стипендиаток было немного. В 1875 году в Вятке состоялся съезд земских врачей и губернии на нем прозвучало предложение организовать обучение повитух повсеместно. Даже могу выдержки немножко почитать. При каждой городской и сельской больнице в родовое отделение ежегодно принимать двух учениц, выбранных той или иной волостью из числа женского населения, которые бы не были замечены ни в чем предосудительным, то есть моральный облик нужно было, предосудительным, имели бы средний возраст и были бы по возможности грамотны. На рубеже 19-го и 20-го веков школа повитух при губернской земской больнице успешно развивалась. В середине 90-х годов требования к поступающим были снова повышены. Надо было предъявить свидетельство об окончании начальной школы. Ну а число желающих поступить из-за этого не уменьшилось. Наоборот, обучение вышло на более качественный уровень. Вскоре у учениц появилась возможность лучше практиковаться. Дело в том, что при Вятской земской больнице были открыты женская и детская амбулатории. Ну и, соответственно, студенты студентки вернее ходили туда наблюдали за беременными определяли срок беременности и тому подобное. Ну и надо сказать, что земство все лучше и лучше финансировало повивальную школу в том числе ввиду этого числа тоже число обучающихся росло. А вот теперь хочу задать вопрос. Внимание, да? Напоминаю, что сертификат на 1 тысячу рублей от компании Вятич мы разыгрываем. Интересный факт. Если в эту самую повивальную школу так сказать прародителя современного Кировского медицинского колледжа если в эту повивальную школу поступала замужняя женщина то ей надо было представить письменное согласие кого? Мужа. Мужа, соответственно. А зачем? На что, собственно, муж должен был дать разрешение? Вот такой сегодня вопрос интересный. Рожать или не рожать? Викторине. В смысле самой женщине, да? самой жене? Я не знаю. Согласие давал на то, чтобы рожать или не рожать? Или потерпить еще. Это неправильный ответ. Чуть-чуть. Ждем наших слушателей 211-101. Звоните. Сертификат на 1 тысячу рублей от компании Вятич может вам достаться вот-вот, если вы правильно ответите на вопрос. На что именно муж должен был дать разрешение жене, которая пошла учиться вот в эту школу Повитух? А если не замужняя, никто другой не должен был давать? Если не замужняя, нет, пожалуйста. Нет, ни согласия родителей, ничего. А вот если вот замуж вышла, уже успела, так сказать, захотелось и поработать в этой сфере, то будь добра принести письменное согласие. А на что нужно было это согласие? 211-101 наш номер телефона. Интересно. Интересно. У нас нет звонков. Никто не хочет получить. Сертификат. Ну давайте, ладно, буду намекать. Давайте проведем аналогию с современностью. Не секрет, что выпускницы медицинских учебных заведений военные обязаны. У них есть военный билет. Но возвращаясь к нашей истории, все-таки тут не о войне идет речь. Или не знаю, не только о войне. Что? Светлана знает правильный ответ. У меня есть предположение. Слушайте, у вас нет что ли предположения и сертификат на 100 рублей? Не хотите? 211-101 звоните. На что муж именно должен был дать согласие? У меня даже есть вот цитата выдержка из этого согласия. Убавляйте радиоприемник, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Константин. Да, Константин. Ваш ответ. Мне кажется, что он будет запрещать саму из себя роды принимать. Саму из себя роды принимать? Неправильный ответ. Неправильный. Увы, к сожалению. Звоните еще. 201-101 наш номер телефона. Ну, давайте. Тяжело. Про военно-обязанность упомянул. Ну, это такая далекая подсказка. Ну, врач ведь человек неподневольный. То есть социально значимая профессия. Одна из социально значимых. Не подсказывай. Не может быть даже самая социально значимая. Слушатели же есть. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ага, меня Дмитрий зовут. Ваш ответ, Дмитрий. Возможно, разрешение на работу в ночные смены. В ночные смены. Вот у нас время уже поджимает. Хочется вам, Дмитрий, подсказать как-то. Тут речь идет скорее не о времени, а о географии работы. Вот так вот. Понимаете, о чем я говорю? Дмитрий, еще один шанс вам дают. Что-что? Нет. Не время, а география работы. Вот она может работать в одном месте. Ну, давайте. Либо правильный ответ, либо, либо, увы. Ай, к сожалению, плохая связь. Плохая связь. 211-101. Еще попытаемся принять один звонок. У нас еще минутка. Минутка. Буквально, слушатели. Ну, давайте. Потому что география. Последняя минута, да. Время идет речь не об ограничении, не о временном, а о географическом. Пространство. Алло. Да? Да, добрый день. Как вас зовут? Константин. Да, Константин. На что муж дал, должен был дать согласие? Согласие на поездку ее к месту работы, которое определит земство. Вот, вот, вот. Вот это правильный ответ, да. Грамотно прозвучал. Должен был дать согласие на то, вот куда земство ее отправит работать. Муж никаких претензий в этом случае уже не мог предъявлять. Константин, победа ваша. И не мог прийти потом покаяться. Вот я хочу, чтобы жена как-то вот домой все-таки вернулась. Вот этого он тоже не смог сделать. Не мог сделать. Вот такой вопрос сегодня. Вот такая задача. Поздравляем с победой. Все? Да, на этом все. Правильный ответ прозвучал. Не успеешь уже. А там в цитате говорится о том, что я такой-то муж даю письменное согласие, что вот земство может в любое место Российской империи мою жену закинуть, а я не смогу требовать, чтобы ее вернули обратно. Вот и все. Викторина, история создания. Владимир Сметанин, Светлана Удельна, Александр Рассохин. Мы с вами прощаемся. Всего самого доброго. До свидания. История создания.